Один из самых редких видов рептилий в Латвии существенно увеличил свою популяцию в рамках масштабного европроекта. Дагупелский край является северной границей обитания в Европе краснобрюхой жирлянки, живности внешне напоминающей причудливый симбиоз лягушки и головастика. Три года назад хранители Латгальского зоопарка ученые Михаил и Айя Пупини добились внушительного финансирования для сохранения редких видов. 350 тысяч евро дала Европа в рамках программы Live Herpeta Latvia. Практически столько же выделила латвийская сторона. Как отмечают энтузиасты, это был первый случай в новейшей истории страны, когда для сохранения редкого вида были предприняты в том числе и свои финансовые вложения. Рядом с поселком Демена был восстановлен некогда заброшенный биотоп. Вырыты специальные неглубокие пруды для разведения жирлянок. Это место, поясняют биологи, должно стать главным репродуктивным центром. Специально прибывшая комиссия из Брюсселя, по свидетельству Михаила Пупинша, осталась довольна ходом процесса. В целом комиссия позитивно оценила восстановление биотопов. В общем, наши усилия по восстановлению жирлянок. Мы уже получили официальный ответ. В целом все очень позитивно. Есть конкретный вопрос, сколько именно там кубометров земли вынуто, сколько еще чего-то. Но в целом это все очень позитивно. Всем понравились биотопы и комиссия сказала, да, жирлянкам это тоже понравится. Ученые собирают икру жирлянок в естественной среде. Там, где выжить у головастиков практически не будет шансов. Главный враг для рептилии – это другие водные обитатели. Особенно хищные и живучие, завезенные в Латвию с востока ротан. Именно поэтому пруды оборудуются так, чтобы у местных фермеров не было желания запускать туда рыбу. Более того, в рамках проекта выпущена специальная книга для соседей-крестьян. Автор и эксперт-биолог Айя Пупеня постаралась обобщить основные советы людям, как облегчить жизнь крошечным рептилиям. Самое главное для людей, на территории которых обитают жирлянки, это в свободный солнечный денек освободить водоем от кустарника. Это самая первая помощь, которую можно оказать жирлянке. Это и полезно для хозяев земли, и для водоема. Он станет приятным для созерцания, для отдыха, он станет красивее. То есть это вырубить кусты, это первая помощь. Вторая помощь – это можно уже покосить травку. Ну, в принципе, это самое главное. А нельзя делать ни в коем случае. Это запускать сорную рыбу, тот же карасик, ну и ротан. Предмет особой гордости и наслаждения для ученых – неподражаемое пение храняемого вида. В последнее время посвященные даже проводят чемпионаты. В распоряжении латвийской сборной сейчас порядка 50 вокалистов-самцов. Если проект пойдет удачно, через пару лет популяция латгальских каруза может увеличиться в 10 раз.